денис приветствую тебя привет всем 20 данная встреча до 1 в этом году после праздников вот получилось так снова подловить единица чтобы вместе для вас провести друзья анализ технически фундаментально тех идей возможностей и вообще самого интересного что нам кажется сейчас на рынке что может еще принести профит хорошо отработать так далее рынки конечно же после праздников сейчас еще раскачиваются хотя фундаментальный фон уже на этой неделе показал нам что все вернулись с праздников и готовы опять же мать каждому слову фид резерва джерома паула переваривать опять же все что он говорит и анализировать франсы на то будет ли все-таки повышение процентной ставки фид резерва в марте хотелось бы это на многим покупателям если не сказать что всем покупателям доллар вы видите либо все-таки паул через какое-то время мы это видели уже не раз снова включить заднюю и скажешь что не время еще для того чтобы а политику ужесточать так как нужно это покупателям доллар ну вот буквально пару водных по новостному фону в рамках этой недели было выступление паула берета банковским комитетом сенат сша она приурочена его утверждению на позицию глава американского регулятора уже на второй срок принципе никто не сомневался в том что пауз сохранить эту позицию никто не допускал и даже не думал о том что во время его выступления перед тем на сенатом будут какие-то проблемы у него с голосами потому что белый дом уже ранее дал зеленый свет сиди дальше на переводы и собственно проводи свою политику так как считаешь нужным пау интересного что он сказал да и пожалуй ничего вонного нового мы его не услышали что регулятор готов бороться с инфляцией готов поддерживать стабильности цены и темпы экономического роста были вопросы со стороны именно конгрессменов какие именно меры о ужесточении денежно-кредитной политики он планирует задействовать на что в принципе он допустил повышение процентных ставок но сейчас уже знаешь вот я сильно своем брифинге также рассказывал задним числом можно анализировать почему уже все таки доллар не получил на его выступление и на данных вчерашних по инфляции достаточной поддержки но если говорить про его выступление может быть он не оправдал ожиданий тех кто прямо верил что он озвучит дорожную карту того сколько раз фрс повысить процентную ставку когда именно по этапу и так далее к тому же он не затронул тему сокращением баланса американского регулятора который как не помню был раздут за время пандемии до 9 триллионов долларов сокращение баланса фрс это как раз сейчас то чего очень сильно страшатся фондовики потому что понимает что как только фрс начнет изымать ликвидности фондирование с рынка капитала все конечно же рухнет но нужно отдать должное пау он вроде как говорил про сменение смены вектора регулятора на ужесточение политики но делал это довольно красиво как бы и не спровоцировал обвал рисковых инструментов может быть за это ему его читают реальным профессионалом человеком который достойный руководитель американским регулятором но вот есть то что есть данные по инфляции 7 процентов это максимум с 1982 год то есть и некоторое время назад прям было очевидно что в случае роста инфляции таких значений доллар точно будет расти потому что 7 процентов по инфляции максим больше чем за 40 лет это сто процентов анонс того что фрс будет повышать ставку потому что иначе инфляцию не остановить ну вот данный по инфляции тоже миновали роста доллара его нет и более того давайте демонстрация камера сегодня кстати предлагаю рассмотреть европейскую валюту индекс доллара он в принципе коррелирует с евро долларом поэтому понятно можно посмотреть на фунт и на рынок драгоценных металлов вот я индекс доллара включил как раз друзья вы сейчас видите четырехчасовой таймфрейм очень долгий период времени со начала ноября а индекс доллара держался в коридоре 95 60 90 и вот после вчерашнего отсчета по инфляции ушел вниз за пробил поддержку 95 60 сейчас активно валится о чем это говорит я могу просто предположить я не хочу сейчас объяснять вот это нисходящее движение выдумывать какие-то причины потому что фундамент он указывает на то что доллар в принципе достоин более высоких уровней потому что все-таки готовимся к повышению процесса ставки инфляция она существенно превысила прогнозы и ожидания но может быть сейчас индекс доллара будет не лучше сделки сделки на покупку если предположить что все таки его рост последует только в том случае когда фрес непосредственно уже повысить процветную страху а на ожиданиях ну мало ли что на ожиданиях может произойти он может оказаться на гораздо более низких основных уровнях поэтому индекс доллара ну после текущего опять же обвала я бы рекомендовал не трогать соответственно в отношении риска поскольку доллар сейчас снижается вот частности британская валюта которая локально у нас на отметке 137 34 я признаться денег не ожидал что будет такое мощное движение по фунту потому что я был сторонний к идее того что да а микрон он очень много сейчас доказательств и свете того что он не окажет такого серьезного влияния вообще какого-либо негативного эффекта на экономику но все-таки мы видели как проседал а перед новыми годами новым годом сектор шоу слуха промышленный сектор в целом мы видели проблемы еще с которой снова аукнулись для политической системы англии за именно брекзита темп экономического роста по фунту по британской экономики тоже там далеки от тех которые прогнозировались еще примерно в сентябре-октябре а фунт на космических уровнях и без какого-либо отката посмотри вот влажает двигаться называть восходящую динамику сейчас еще вот на фоне слабости доллара конечно же покупатели быки ликуют у меня честно говоря нет какой-то новой локальной рекомендации по британской валюте но я бы сейчас глядя на то что происходит все-таки положил что если участники рынка не готовы покупать доллар непосредственно до марта значит они его будут шортить возможно вот этот период до марта два месяца это может быть получится неплохой период роста рисковых инструментов частности вот эта тенденция это ралли конечно же после небольшой коррекции может быть продолжена поэтому фунт и евро вполне могут оказаться на новых а локальных максимум за которым я активно слежу сейчас котировки 1825 опять же коридор здесь видно по линиям 1830 1885 в этом коридоре золото топчется уже не один месяц после вчерашнего отчета по инфляции просили доходности американских облигаций снизился доллар но это классика жанра то что при снижении курса американского доллара золото выигрывает потому что повышается его привлекательность поскольку стоимость золота номинирована конечно же в американской валюте доходность американских трейджер если не снижаются то снижаются как бы альтернативные издержки владения золотом и я еще анализирую индекс внешних настроений кайман сейчас вот он открыт а он говорит о том что 82 процента трейдеров сейчас золото а шарка то есть это серьезный перекос то есть здесь даже не нужно гадать очевидно что толпа сейчас залезла в короткие позиции считать что золото точно развернется ну как правило перед тем как это происходит рынок оказывает всем что толпа не может заработать и идет по пути наименьшего сопротивления в данном случае я буквально сегодня еще на блумберге видел прогноз от сити что они руководствуются таким же подходом то есть я трейдинг против толпы против такого позиционного настроя на шорт а и с учетом локальной слабости доллара ждут 1850 долларов за тройскую унцию это причем ближайшие несколько недель я думаю что туда можно тоже нам посмотреть и в частности принимать решение о покупке в диапазоне 1820 1825 где сейчас находится это золото и соответственно ставить на движение в район 1840 1850 и не слова тебе так хорошо экранчик показал на самом деле мне тоже есть что сказать с позиции техники но в начале конечно всех поприветствую уже в новом двадцать втором году это у нас с тобой первым как раз брифинг вот небольшой перерыв сделали уже отгуляли немножко распухлась лица прошла животы прошли и я думаю что этот год на самом деле он будет ну прям очень волатильным но и следовательно это повлечет за собой конечно же и фондовый рынок товарняк и вообще в этом году кстати говоря жду очень хороший рост именно товарного рынка то есть речь идет о металлах о сырье и соответственно до конца года очень неплохи вообще у них перспективы вот но мы с тобой неоднократно будем как раз говорить и о нефти и газе тоже в том числе хотя у меня по ним мнение немножко разнятся но вот касательно нефти я думаю мы с тобой приблизительно в одну сторону смотрим там в район 90 чего это обсуждали по моему в прошлом году вот что касается валют я лично смотрите какой вариант у меня по евро изначально еще в понедельник было два варианта либо же цена вы подходит самым ближайшему сопротивлению в район приблизительно 1 1380 там один 1390 в этот диапазон из него уже попытаемся шартануть вниз но здесь никаких сигнал толком ничего не было и что меня уберегло лично от шорта это то что было на тот момент кумулятивная дельта уже достаточно мощно отрицательная при этом сейчас вот при росте вверх у нас кумулятива продолжает падать вниз то есть продолжается ее отрицательное значение что означает что еще пока то есть движение на тех же байли метах у нас частично вверх продолжится то есть да это не сделки которые проходят у нас по битам то есть отрицательная кумулятива это рыночные продажи то есть они же являются фиксации фиксациями покупок но также таким образом у нас выглядят и байли мета они проходят также по битам вот поэтому с учетом того что подошли уже контрольной маржинальной зоне к вершинке восходящего канала и плюс ко всему здесь у нас есть еще и плюс недалеко также важный значимый стратегический уровень сейчас покажу он даже так далековато немножко находится примерно вот аж вот здесь это март двадцатого года то есть практически двухлетней давности как приблизительный ориентир в районе 1.15 поэтому я думаю что цена туда придет и возможно там плюс минус потому что чуть выше у нас тоже находятся такие площадки для сопротивления единственно вот самый главный самый важный вопрос это вот это все накопление является ли она полноценно разворотным при его пробою вверх лично у меня здесь есть конечно определенные сомнения хотя в принципе разворот именно так и формируются но как-то нету не хватает еще буквально вот такого выброса вниз и вот здесь у меня уже есть определенные сомнения будет ли этот выброс вниз с обновлением минимума в районе 1 1180 потому что цена сейчас уже подошла к верхним опционным границам если брать именно по страйкам это текущий месяц это следующий также месяц и цена уже входит в зону перекупленности поэтому я рассматриваю здесь только на шорт покупки уже естественно делать не камильфо на данных вершинах поэтому я рассматриваю именно шорт но ни в коем случае не лимитом потому что здесь нужно полноценное подтверждение потому как те объемы которые у нас были они уже полноценно практически реализованы и судя от того что показал по кумулятиве и так просматривается тоже таки небольшая отрицательная дельта то есть происходит уже фиксация на фиксации недостаточно на них как правило цена еще добивает выше поэтому где-то в районе 1 15 уровня там плюс минус я ожидаю новое снижение вниз как минимум хотя бы на глубокую коррекцию из тех уровней из которых изначально делали рост это то что касается евро по фунту скажу честно это первый мой косяк в двадцать втором году это то что я недооценил фунта все дело в чем я изначально рассчитывал что фунт подойдет к уровню 136 и от него сделает коррекцию вниз приблизительно на 134 отсюда уже то сейчас схематично покажу как я лично ожидал что произойдет вот такое движение вниз и отсюда уже пойдем на 138 изначально у меня именно вот такой был план еще вот начиная с 3 января то есть я именно вот вот такую картину как раз ожидал но как мы видим без коррекции вообще ну вот эти вот мелкие внутренние коррекции они даже особо не в счет то есть без коррекции цена смогла выйти уже практически на 138 я как раз именно к 138 и ожидая дальнейшее движение данную трендовую линию накинул вверх чисто для того чтобы можно было ориентироваться то есть при ее пробой начнется более-менее глубокая коррекция глядя на всю структуру движения здесь видно что цена стремится сделать перекрытие прошлого сегмента для того чтобы перекрыть прошлый сегмент нужно закрепиться где-то в районе 138 20 38 30 примерно в эти величинах если это произойдет то в дальнейшем среднесрочные покупки у нас будут возможно даже до конца года и здесь я ориентируюсь у нас всего будет два диапазона для покупок это либо 136 вот под этим двум экстремам ориентируясь и также звонки вращения ну и плюс локальной поддержки либо же немножко пониже это 134 но у меня большие сомнения что при такой силе смогут на 134 дойти поэтому скорее всего мы увидим что-то наподобие вот такого движения то есть добивает вверх делают некую коррекцию вниз и погонят дальше вверх но у меня в конце случае на такой сценарий он является основным тем более здесь видно на cmi тоже уже начали разбрасывать крупняк лимитки на покупку то есть при коррекции вниз вот а более-менее значимые продажи здесь у нас вот в районе 138 35 приблизительно то есть это собственно и есть уровень которым только что говорил который нужен для перекрытия поэтому по фунту я думаю средний срок будут делать перекрытие и перепозиционирование общее вверх просто это произошло быстрее чем изначально рассчитывал соответственно индекс доллара здесь естественно обратно корреляционная картинка хотя я ожидал что вот после этого накопления добьют вверх а потом уже только пойдут вниз но получилось честно какая-то абсолютно ломаная конструкция хотя мне складывается впечатление что здесь могут сделать один из двух сценариев и оба варианта развития событий у нас будут носить абсолютно одинаковый конечный результат то есть либо все-таки через чуть более глубокую коррекцию сделают добой вверх подобные ситуации у нас уже в прошлом были причем неоднократно или просто протестирует эту область накопления и с нее также сделают выход вниз вот здесь вот это нужно только в моменте смотреть потому что я не уверен правда какой из этих вот вариантов выберут поэтому буду очень внимательно за этим следить а пока что цена не спеша подходит к зонке покупателей вот она как раз выделена причем я думаю даже она можно ее чуть-чуть уже вот так вот показать и с этой области уже могут снова новые покупки пройти вопрос в том насколько сильные объемы объемы здесь конечно же будем смотреть по евро потому что глядя на то что у нас сейчас есть пока что конечно никаких признаков поэтому просто нахожусь вне рынка и по фунту кстати говоря вот еще хотел показать здесь показания кумулятивной дельты у нас тоже жестко отрицательны особенно вот и вчера и сегодня очень сильно отрицательны кумулятива что характеризует нам продолжение дальнейшего роста при этом мы видим крупные точные сделки которые проходят по битам то есть это фиксации покупок на фиксации рынок практически никогда не разворачиваться он продолжает свое восходящее движение потому что происходит поглощение встречными ордерами ну и следовательно это чаще всего вызывает небольшую остановку либо повышение волатильности я думаю что здесь потихоньку будут закруглять движение так не не спеша обновляя максимум и двигаться вертом в районе 38 38 30 а оттуда уже начнется все самое самое интересное но я думаю мы на следующих брифингах это как раз рассмотрим и что касается золото по золоту у меня основной сценарий такой же вот как был еще в начале недели мод пятницу как раз с ребятами с моего закрытого канала входили в покупки потому что здесь ожидалось очень красивая комбинация дело в том что во первых очень классная область поддержки была сделана у нас заранее это зонка вращения также весь депок контракта у нас находит находился и находится до сих пор также в диапазоне поддержки но и следовательно здесь на пятницу как раз было не помните там именно новости были по штатам и соответственно на небольшом обновлении там локального минимума очень логичный выход 10 более за кин закидали от меня прям все в квадратах и по и по видам и по аскам то здесь и бои лимиты были и покупки по рынку также происходили отсюда очень красивые сделали точные вливания и их реализацию вверх ближайшая у нас зонка поддержки а наш зона покупателя это 1801 1810 и поэтому я склоняюсь к вариант что после того как полноценно протестируют данную маржинальную зонку и также зону сопротивления здесь у меня стоит финальный тейк на 1830 потому что изначально 1820 здесь закрыл половину всей позиции на 1830 у меня финальный тейк стоит и соответственно дальше снова вверх потому что глядя на те же самые опционное настроение у нас достаточно большой перекос то есть приблизительно 50 процентный перекос сделан именно в сторону дальнейшего роста причем это сделано на средний срок и к тому же если еще раз кинуть трендовую линию то есть вот так нарисовать то мы видим что с учетом фактора времени пока цена будет корректироваться то где-то в эту область как раз может дойти хотя не исключаю что здесь чуть ниже есть еще одна зона покупателей плюс еще и локальный уровень может даже и пониже попробовать сделать но в целом ситуация абсолютно никак не меняется поэтому золото я лично вообще на весь текущий год и золото и нефть рассматриваю именно как продолжение роста ну конечно же с внутренними промежуточными коррекциями где нет спасибо тебе за твои идеи за наблюдение по рынку соответственно действительно будем актуализировать новостной фон уже на следующих совместных эфирах ни один актив друзья не переживайте не останется незамеченным приветствуются ваши комментарии лайки фидбэк потому что с денисом стараемся специально для вас чтобы у вас было больше информации принять двух решений чтобы вы понимали что системный подход все-таки он важен к трейдингу и должно быть какое-то основание аргументация в торговых решений вот очень часто в соединении практически всегда мы осмотрим однонаправленно в отношении перспектив финансовых активов как с точки зрения фундамента так и с точки зрения всех еще раз всех с наступившими праздниками уже с новым годом венец тебе классного трейда 2022 успешных торгов соответственно еще больше подписчиков и вообще всего самого класса спасибо тебе и до скорой встречи спасибо тема тебе еще и плюс крепкого здоровья и чтобы планы которые не успели реализовать двадцать первом году что в двадцать втором уже в полной мере действительно все сделали ну конечно же малили подписчикам тоже спасибо до скорых встреч пока пока пока